Вдохновение. На пути к своей цели через нужную дверь, вы будете мчаться на гребне волны удачи. Обретенный комфорт души, позволит вам транслировать гармоничное излучение. В главе о волне удачи мы уже говорили о такой трансляции. Однако намеренно вызвать у себя ощущение позитивного подъема, а потом постоянно поддерживать его довольно трудно. Но теперь вы обретете радость и спокойствие, как следствие единства души и разума, поэтому трансляция наладится сама собой. Все дела поправятся, множество проблем самоустранятся. Вас будет часто посещать вдохновение, если вы не будете пытаться вызвать его намеренно. Вдохновение вообще замечательная вещь. Вот только окружено оно ореолом таинственности и непостижимости. Считается, что вызвать вдохновение очень трудно, появляется оно спонтанно и всегда неожиданно, словно некая муза, залетевшая случайно на огонек. Потом эта муза может также внезапно улететь, и долго не появляться. Страждущий томительно ждет, следующего визита этой дамы, но привлечь ее не удается, да и как это вообще можно сделать, непонятно. На самом деле все гораздо проще, чем кажется. Вдохновение – это состояние единства души и разума, при отсутствии потенциала важности. Первая часть определения вам понятна. Вдохновение – это состояние душевного подъема, при котором творческий процесс проходит легко, просто и, главное, блестяще. Совершенно очевидно, что это может иметь место, только при условии единства души и разума. Вы никогда не испытаете вдохновение, выполняя работу, которая вам не по душе. Занимаясь реализацией вашей цели, вы безусловно добьетесь единства души и разума, что послужит первым необходимым условием вдохновения. Однако условие это не является достаточным. Почему вдохновение внезапно появляется, а потом куда-то пропадает, может это связано с утомлением, но ведь в состоянии вдохновения можно работать многие часы, безо всякой усталости. Понять, откуда появляется вдохновение и куда оно пропадает, поможет вторая часть определения. Вы, наверное, уже догадываетесь, о чем речь. Дело в том, что вдохновение не появляется, оно просто освобождается, когда падает потенциал важности. В чем состоит эта важность? Во-первых, в страстном желании достичь цели, а во-вторых, в настоятельном стремлении получить вдохновение. Желая достичь цели, вы ее не достигнете, об этом я уже говорил много раз. Томительное желание добиться цели поднимает, вместо ветра внешнего намерения, вихрь равновесных сил, которые быстро распугают, всех ваших добрых фей и мус. Желание вызвать вдохновение имеет ту же самую природу. Любая подготовка и последующие ожидания вдохновения образует избыточный потенциал важности. Вот вы тщательно организовали свое рабочее место, продумали все детали, навели порядок, разложили все по полочкам, хорошо отдохнули, подготовили себя в общем создали все условия для встречи с музой. Тщательной подготовкой вы уже материализовали потенциал важности, и ветер равновесных сил за окном начинает тревожно завывать. Теперь вы накрыли на стол, зажгли свечи, и уселись в ожидании визита непредсказуемой дамы. А она все не появляется. И не появится, можете быть уверены, потому что бездеятельное ожидание это желание в квадрате. За окном уже бушует ураган равновесных сил, так что ни одна крылатая дама и близко не подлетит к вашему дому. А если вы будете проявлять нетерпение, граничащее с отчаянием, тогда бушующий ветер разобьет окна, и превратит энергетическую обстановку дома в хаос. Сметение вырастет стеной между вашей душой и разумом, так что потребуется длительное время для восстановления былого единства. Видите, чем чревато желание, подготовка и ожидание вдохновения. Таким образом вдохновение не появится до тех пор, пока вы не отпустите свою мертвую хватку его ожидания. Вдохновение не приходит, оно лишь освобождается в тот момент, когда уходит потенциал важности. И наоборот, вдохновение зажимается, когда нетерпеливый разум загоняет душу в футляр ожидания. Вредная привычка разума все починять, своему волевому контролю портит всю вечеринку. И все-таки, несмотря на видимую неуправляемость и непредсказуемость вдохновения, разум имеет вполне определенный способ починить его своему контролю. Вот только контроль этот следует направлять, совсем в другую сторону. Как обычно, разум бьется, своим внутренним намерением в закрытое стекло, в то время как рядом открыта форточка. На самом деле все, что требуется сделать, это поступить совсем наоборот. Во-первых, откажитесь от желания достигнуть цель. Она и так никуда от вас не денется, если это ваша цель. Рано или поздно она будет достигнута. Главную роль играет только решимость иметь, при полном отсутствии напора и решительности с вашей стороны. Вы спокойно и не настаивая, берете свое, как почту из ящика. Внутреннее намерение должно только переставлять ваши ноги, пока вы идете к этому ящику. Во-вторых, откажитесь от всякой подготовки к таинству. Всякая подготовка к вдохновению, в чем бы она ни заключалась, влечет за собой создание избыточного потенциала. Вы готовитесь, значит хотите привлечь к себе то, чего у вас нет. Чем тщательнее исполняется подготовительный ритуал, тем хуже будет результат. Вспомните, ведь уже были ситуации, когда вы очень усердно готовились к какому-нибудь действию, событию, встрече. В итоге ничего не получалось, план нарушался, встреча срывалась. Если равновесные силы способны расстроить взаимодействие материальных объектов, то еле уловимое вдохновение они и подавно сдуют, как легкую пушинку. В-третьих, откажитесь от ожидания вдохновения. Свойство вдохновения состоит в том, что оно появляется, когда его не ждешь, не так ли? Тогда зачем же его ждать и тем самым уничтожать само условие его появления? Итак, допустим, вы выполнили все эти три условия. Что осталось в итоге от вашего внутреннего намерения? Только решимость переставлять ноги, то есть действовать. Просто начните делать свое дело. Причем без вдохновения. Вот тут оно и появится. Вдохновение освободится в процессе работы. Вы не сможете до конца, рассеять потенциал желания и ожидания до тех пор, пока не начнете действовать, неважно хорошо или плохо. Как вы знаете, намерение в действии рассеивает избыточный потенциал. В итоге получается следующая картина. Вы накрываете на стол для себя, зажигаете свечи для себя, устраиваетесь поудобней и начинаете пить чай в свое удовольствие, никого не ожидая. Можете быть уверены, капризная муза будет задета таким равнодушием. Как это вы забыли про нее? Она тут же объявится и пристроится к вам. Вот и весь секрет.